Atomi начинает свой путь вместе с Корея Компэшн, жертвуя 10 миллионов долларов в виде пожертвований детям по всему миру. Мы не должны держаться за такие большие деньги. Нужно поскорее отдать их туда, где их смогут потратить с пользой. Я не думаю, что это что-то особенное. Я думаю, что так и должно быть. Компания, удивившая мир самым крупным пожертвованием за 70-летнюю историю Компэшн в помощь детям по всему миру. 10 миллионов долларов США. Компания, сделавшая его, делилась и большим, и малым на протяжении долгого времени. Компания-дистрибьютор, поставляющая хорошие продукты по разумным ценам. Надежная компания, достигшая в этом году награды «Экспортная башня» объемом в 300 миллионов долларов. Что стало ее движущей силой, которая позволила непрерывный рост, при этом уделяя особое внимание помощи ближнему своему? Секрет этого спрятан в этом офисном кресле. Прекрасный солнечный зимний день. Бежим на раз, два. Поняли? Как они усердно занимаются по указаниям тренера. Кажется, это игроки женской футбольной команды. Вот так тыльной частью. А вот шведка так называется. Так? Вот здесь. Но что-то они немного неуклюже с мечом. Даже шнурки развязаны. Обычно голова кружиться должна. У меня не кружится. Что-то сильно кружится. Только начали пробежку, а уже сдаемся? Помните тот раз? Из-за спазма вообще отаз был. Превентивные меры. Когда приедет наша униформа? Где-то через месяц. Месяц? Серьезно? Да, кажется, большая очередь поставки. Футболом мы только недавно начали заниматься. Но уже весело. Обычно с другими коллегами не встретишься. Только если работать начнешь вместе. Но ведь можно подружиться, если заниматься вместе спортом. Поэтому тут есть такой аспект. И самое важное – это шанс снять стресс. Я очень благодарна за это. В компании есть корпоративно поддерживаемый футбольный клуб. Клуб только открылся вместе с бумом популярности футбола в Корее. Вот это удар был только что. Уже сил в ногах не осталось. Спортом можно заниматься и после работы, и в рабочие часы. Выражения лиц у сотрудников очень радостные. В чем причина? Я уже шесть лет работаю. И все друзья, кто устраивался в то время, если сейчас сравнивать, у нас компании очень отличаются. Сейчас у нас в компании есть такая культура. Вот так вот помогают. Рассказываю друзьям, они очень удивляются. В то же время в спортзале полным ходом идет игра в баскетбол. Довольно давно образованный мужской баскетбольный клуб. Так это ведь даже не спортивная команда. Так почему же они не работают и просто играют вместе? Мы можем сами выбирать, когда работать или играть. Тогда мы можем более искренне подойти к делу. И тогда работа пойдет гораздо эффективнее. Да, верно, мы вкладываемся на все сто процентов и там, и там. Здесь даже есть манеж для верховой езды, который не так легко найти. Верховая езда не так проста в качестве развлечения. Завести лошадь непросто. Нужна специальная подготовка. Поэтому это хобби недоступно для широкой публики. Сотрудники тоже могут насладиться верховой ездой. Так сейчас же рабочее время. Да, время рабочее. Устали развлекаться? Можно и поработать. Мы рекомендуем такие виды досуга, как езда на лошадях и плавание. Чтобы сотрудники могли наслаждаться ими в рабочее время. И чтобы им нравилось. Конечно, можно и заниматься спортом. Сотрудники начинающий день с езды на лошадях. Обычные офисные работники должны выделять время на заботу о здоровье и хобби. Но здесь это можно делать и в рабочее время. Таким образом, у каждого сотрудника появляется больше личного времени. Много катаются. Обычно в сутки примерно 6 человек катаются на лошадях. Цель председателя – сделать так, чтобы каталось 200 человек в месяц. Поэтому, если взять 25 дней за месяц, то если каждый день будут кататься 8 человек, то выйдет 200 в месяц. Вот так он говорит. Думаю, получится. Есть также бассейн, требующий большого пространства и специального ухода. Как будто спортивный центр перенесли, не так ли? В компании полно развлекательных объектов, которые можно использовать как игровые площадки. Впервые я посетила Атоми тогда, когда пришла на собеседование стажера. Я не могла поверить своим глазам. И когда я уже устроилась, я поняла, что в такой компании хочется и дальше работать. Мне все нравится. Я думаю, что эта среда, дающая максимальную свободу, это все помогает создавать разнообразные креативные идеи. И прежде всего эта среда помогает строить отношения между сотрудниками. Как новенькая, я считаю, что это очень привлекательная для работы компания. После футбольной тренировки Хаэн проводила нас в свое любимое место. А здесь бассейн с шариками. Люблю здесь просто полежать. Или вот посидеть, поговорить с друзьями. Лягу здесь иногда, и меня даже не видно. Бывает, что люди заходят, думая, что здесь никого нет. Есть батуты, есть люди, которые иногда прыгают на нем. Но на них странно смотрят. Что он прыгает? Думают. Развлекаясь, так появляется много идей. Появляется время подумать. Я думаю, что это сделано для того, чтобы мы не застаивались и продолжали развиваться. Ведь досуг и смена деятельности очень важны для успешной работы каждого человека. Как только приходят на работу, сотрудники сразу идут к шкафчикам. Почему у каждого есть по шкафчику? Здесь свободное рабочее место. Когда вы уходите с работы, свои вещи вы кладете в шкафчик обычно. Сотрудники, выбирающие рабочее место по настроению. Меняется не только среда работы, но и коллеги рядом. Если я сижу на одном и том же месте каждый день, это очень нагнетает, как будто в клетке, в рамке загнан. Если можно свободно выбрать рабочее место, можно приступить к работе, будучи открытым для новых идей. Это также помогает эффективнее работать и строить отношения с коллегами, я считаю. В последнее время много людей ходят для работы в кафе. Тут пространство в стиле «кафе есть повсюду». Не будет ли начальнику неудобно, если члены команды находятся далеко друг от друга? На самом деле, может быть и непривычно. Когда я выхожу на работу, я точно не знаю, где сидят мои коллеги. Если нужно поговорить, надо их найти. С точки зрения управляющего, мы не знаем, чем заняты сотрудники, которые не у нас перед глазами. Могут появиться негативные мысли. Но, несмотря на это, наша культура заключается в том, что мы верим, что все успешно работают, несмотря на то, видно их или нет. Необычные места, наполненные интересностями, спрятаны по всему офисному зданию. Место для кемпинга особенно популярно среди персонала. Барьеры между отделами исчезают, когда все свободно работают в таком творческом пространстве. Когда все сотрудники уживаются без какого-либо разделения на команды, эффективность работы, наоборот, увеличивается в несколько раз. Разговоры по интересам или простые шутки служат стартом к созданию новых идей и даже новых проектов. Само рабочее место не вызывает стресса. Мы думаем, что мы действительно приходим сюда развлекаться, а не работать. Здесь есть свободная, красочная, веселая атмосфера. Можно в более комфортной обстановке выражать свои мысли. Так мы можем свободно разговаривать друг с другом, независимо от стажа и должности. Я думаю, что такая атмосфера была создана благодаря особым чертам нашего рабочего офиса. Профессор Ким Дон Джин, спроектировавший это креативное пространство по заказу компании. Я спроектировал все даже внутри этого макета. Когда создается такой крупный макет, в нем есть даже внутренняя часть здания. Достигнуть консенсуса между заказчиком и компанией-строителем не так уж и легко. Можно сказать, что офисное здание воплощает символ компании и философию в форме и пространстве. Спроектировать офисное здание непросто, потому что нужно придать ему дух компании. Дух компании, который видит председатель, мы пытались спроектировать примерно 2-3 года по моей памяти. Он часто говорил, давайте создадим пространство для игры. Председатель считает, что если мы создадим такое пространство, где каждый сотрудник сможет выразить свои мысли и активно работать по своему желанию, то работа создастся сама собой. Много кто был против такой идеи создания игрового пространства. Будут целый день играть в баскетбол, плавать, а потом уходить домой. Как так можно просто кататься целый день на лошади и идти домой? Я думаю, что да, можно делать и так. Почему я так думаю? Я считаю, что это позволяет эффективно жить. Будут они с понедельника до пятницы, еле-еле вставать утром в 9, идти на работу, ехать домой. Будет ли это эффективно? Размышляя об этом, я решил, что сотрудники не должны быть увлечены только работой. Потребовалось целых 10 лет, чтобы построить офисное пространство для игры, ставящее в центр сотрудника. Сбылась самая большая мечта председателя Пакангиле. Я помню, как я был счастлив во время церемонии завершения строительства. Концепция нашего офиса – это офис внутри игровой площадки. Мы поставим столы в это игровое пространство и будем работать. Я думаю, в архитектуре нужно уметь мечтать. Пространство, помогающее креативно думать, где многие люди обмениваются мыслями и работают вместе. Я считаю, что именно во время воплощения таких абстрактных идей в реальность и появляются новые прототипы зданий. Офисное здание, воплотившее корпоративный дух, также оставило след в истории архитектуры, получив высокие награды в Корее и США. Прошло много времени с тех пор, как председатель Пакангиле сложил в себя полномочия по созданию гибкой организационной культуры. Председатель быстрее всех, прибывший в зал для совещаний. Здравствуйте, председатель! О, пришли! О, пришли! О, пришли! Счастливого Нового года! Счастье у меня уже хоть отбавляй! Забирайте, давайте, забирайте! Мне уже хватит! Нарисуете? Совещание, периодически появляющееся для обсуждения проектов. Ответственным лицом является человек, который лучше всех разбирается в этом вопросе. Неважно, стажер вы или новый сотрудник. А если символы будут неравномерно выглядеть? Нет, нужно будет скорректировать их. Да, доработки будут. Но тут главное не рисование символов, а художественное исполнение. Если будет смотреться как иероглиф, будет выглядеть как искусство. Да, и движение сами по себе — это выступление. Нужно на этом акцентировать внимание. Ну так, давайте, покажите. Только попробуй сделать хуже, чем я сам. Проект, в котором может участвовать каждый, нужно только поднять руку. Сотрудники не чувствуют себя неуверенно, и не нужно безоговорочно следовать мнению председателя. Разговоры просто текут рекой. Поначалу мне было очень неловко. Однако, когда председатель с нами, можно лучше обсудить направление проекта. И я думаю, что это хороший шанс для того, чтобы убедить его. Так что здорово. Часто бывает, что председатель просто проходит мимо и включается в обсуждение из-за интереса к совещанию. Мы говорим «вот так-то так», обсуждаем тут, и ему интересно. Обычно при таких совещаниях мы общаемся на одном уровне. На самом деле председатель тоже обсуждает это на одном уровне с нами. Если я что-то предлагаю, меня не особо слушают, знаете ли. Все делают так, как считают нужным. Я думаю, что это есть хорошо. Сотрудники, что не слушают меня и яростно спорят, мне очень нравится. Если спорить с ними, как обычный коллега, а не председатель, в этом есть что-то приятное. Я не собираюсь им проигрывать, к слову. Я тоже люблю поспорить. И если им удастся обыграть меня, то мне это нравится. Убери это, пожалуйста. Это место, обнесенное перегородками, пространство, которому председатель ПАК уделяет особое внимание. Убрать может это? Хочешь, чтобы это убрали? Вы об этом говорите? Да! Тогда сможешь ноги вытянуть в сторону. Комфортнее будет ведь. Зачем мы это поставили? Чтобы было пространство, где можно спрятаться и отдохнуть. Вытянуть ноги даже нельзя сейчас. А вот здесь хорошо. Пространство убрали. На самом деле, прежде всего, открытое пространство в прошлом использовалось на заводах. Хозяин и начальство так видят, работает ли сотрудник или нет. Было много страшных зданий, где система была сделана для такого наблюдения. Но здесь председатель сделал открытое пространство, но сделал так, чтобы каждый мог свободно работать, даже прятаться. Давайте вместе создадим пространство, где мы сможем расслабиться вместе. Это было двумя главными идеями. Я думаю, что разница заключается в том, как мы оцениваем других людей. Одна точка зрения – это то, что человек сам по себе ленив. И если за ним не наблюдать, тогда он просто будет лежать и отдыхать. Я считаю, что ленивого человека не существует. Мамам сложно, потому что дети просто не унимаются ведь. Видели ли вы мам, которым сложно из-за того, что ребенок ленив? Но есть и такие случаи, когда ребенок становится ленивым вдруг, не делает то, что говорит. Причина этого только одна. Вы запрещаете им делать то, что они хотят. И говорите делать то, что они не хотят. Говорил же вам, уберите стол, а? Прибрались бы? Нет? Председатель, когда мы прибираемся, вас тут нет вообще. Верно. Нет, но это слишком. Слишком ведь. Что это такое вообще? Не могу отрицать. Я была не права. Нужно фото сделать. Председатель, дайте нам немного времени прибраться. Нет, нет. Вот такие у нас сотрудники есть. Вот я наше здание таким красивым сделал. А ради чего, а? Нет, председатель, не надо. Нет, ну так не пойдет. Если вы будете так вести себя. Блин, он серьезно выложил? Я скинул фото в группу. Где все сотрудники? Все выложил. Я ничего не преувеличивал. И выложил то, что есть на самом деле. И спросил, а что вы думаете по этому поводу? А лица? Посмотрите, есть ли лица или нет. Даже без лица все и так поймут, кто тут работает. Если мы просто разговариваем в кафе, он сам свободно подходит и интересуется, что мы думаем. А также он говорит, что думает сам, что его волнует в последнее время. Другие компании обычно устраивают официальные ежемесячные встречи. Вместо таких встреч, наоборот, именно такие разговоры позволяют быть ближе к сотрудникам. Атмосфера очень непринужденная, и результат от этого только лучше. Все сотрудники работают на совесть. Не подходят сами ко мне. В других компаниях нужно получать разрешения разные и постоянно ходить к начальнику за этим. Но в нашей компании даже без моей подписи дело может начаться. Поэтому часто сотрудники не подходят. Получение предварительного разрешения является центральной культурой компании. Тут нет вертикальной структуры власти, поэтому право продвигать и создавать работу лежит на каждом сотруднике. Каждый сам себе хозяин. В некотором роде это стало популярным выражением в компании. Стать хозяином – это значит принимать решения и делать работу. Поэтому все сотрудники по максимуму используют свою ответственность. Результаты, полученные благодаря этим полномочиям, станут результатом компании. И так ли? Компания также должна взять на себя ответственность за различные проблемы, возникающие в связи с этим. Это возможно, потому что существует точка зрения, которая рассматривает неудачу как процесс, а не результат. Как ни странно, кресла этой фирмы все одной модели. Это одно из лучших офисных кресел. Все сотрудники используют один и тот же вид кресла. Начальник использует большое вращающееся кресло. Кресло директора, руководителя, сотрудника. Все они отличаются. Но люди, которые сидят, больше всего это сотрудники. Я решил, что я должен дать им лучшие кресла. Поэтому я подарил эти кресла всем нашим сотрудникам. Также мне пришла такая мысль. Если все сидят в таких же креслах, что и председатель, то все сотрудники являются председателями. Свою должность сотрудники тоже определяют сами. Можно просто сделать визитку с желаемой должностью. Заместители, начальников команды тут пруд пруди. Пять руководителей команды может быть. И из них один начальник отдела. Тогда что будет с оставшимися четырьмя? Конкуренция? Интересно, оправдана ли такая система? Если вы скажете им работать вместе, но создадите систему конкуренции, как они будут сотрудничать между собой? А если они смогут написать любую желаемую должность на визитке, они не будут чувствовать необходимости прилагать усилия, чтобы хорошо выглядеть или давить других для продвижения по службе. Если вы станете коллегой, а не конкурентом, вы будете делиться всем. И, естественно, благодаря этому станет возможна взаимопомощь. Это помогает быстро принимать решения. Теперь, по сути, вместо совершенства в чем-либо, самое важное это поймать момент. С помощью маленьких неудач можно построить большой успех. Попытка быть идеальным и упустить момент гораздо большая неудача. Чтобы избежать дальнейшей неудачи, думаю, это очень важный момент. Атоми стал одной из ста лучших для работы компаний Кореи в 2020 году. В прошлом году Атоми также была выбрана как хорошая компания для работы в Азии. Хорошая для работы компания не может иметь плохих результатов, верно? С момента своего основания продажи Атоми за 9 лет в Корее и после выхода на зарубежные рынки выросли в 40 и 60 раз соответственно. В прошлом году общие продажи составили 2,2 триллионов вон. Впредь каждый год Атоми будет получать награду экспортной башни. Компания Атоми Награда экспортная башня присуждается компаниям, которые экспортировали сверх планируемого по подсчету прямых и косвенных показателей экспорта за один год с июля по июнь следующего года. В этом году Атоми получила награду за достижение объема экспорта свыше 300 миллионов долларов. Прошло всего два года с момента получения экспортной башни 100 миллионов долларов. В Корее есть только 23 компании, достигшие экспорта свыше 300 миллионов долларов. В провинции Чунчхон-Намдо это самые лучшие показатели. Учитывая воздействие на внутреннюю экономику Кореи за счет стимулирования инвестиций в объекты и роста доходов от создания рабочих мест за счет экспорта, производственный эффект, вызванный с 2010 года, составил около двух триллионов вон. За счет Атоми примерно 10 тысяч человек нашли себе работу. Благодаря накопленным на внутреннем рынке маркетинговым ноу-хау и качественной продукции с низкой ценой ее выбирают потребители во всем мире. Волновой эффект внутреннего спроса на экспорт также значителен. Когда экспорт увеличивается на 1 миллиард вон, создаются 10 тысяч 593 рабочих места. По мере роста компании появляются новые рабочие места, создается добродетельный круг. Этот продолжительный быстрый рост стал доступен благодаря абсолютному качеству и абсолютной цене. Стратегия, ставящая целью поймать сразу двух зайцев качество и цену. Есть такая стратегия повысить качество и создать уникальный продукт, но при этом ничего нельзя поделать с растущими ценами. Есть также другая. Мы будем предоставлять качественный товар, но по конкурентно способным ценам. Это главная часть стратегии дифференциации, о которой обычно говорят в бизнес-администрировании. С точки зрения потребителя не нужно ни от чего отказываться. Это цена для потребителей. Тогда мы приняли решение выбрать эту стратегию. Благодаря тому, что они находят хороших МСП Кореи, они поставляют высококачественную продукцию по разумным ценам и обеспечивают партнерам стабильный канал избыта. При этом предоставляется финансирование компаниям-партнерам для расширения их производственных линий и снижения затрат за счет увеличения производства. Если вы продаете много хороших товаров по низкой цене, продажи увеличиваются. В конечном счете потребители могут доверять и продолжать использовать продукт с абсолютным качеством и абсолютной ценой. Я думаю, что принцип дистрибьюции заключается в том, что если вы продаете хороший продукт по низкой цене, он будет хорошо продвигаться. В долгосрочной перспективе ответ заключается в том, чтобы следовать принципам. Здоровое функциональное питание с абсолютным качеством и абсолютной ценой. В настоящее время основная часть продаж приходится на эту компанию. На момент разработки качество было отличным, но цена была настолько высока, что компания чуть не разорилась. В то время Атоми решила увеличить производство и пойти ва-банк. Поначалу маржи у нас практически не было. Мы просто продавали продукт практически по себестоимости. Если ты продаешь много, тогда себестоимость идет вниз. По мере снижения себестоимости производитель не получает всю эту прибыль сам. Он делится и с продавцом. И такая модель является выигрышной и для дистрибьютора, так и для производителя. Я думаю, что это можно оценивать так. Снижать себестоимость с помощью растущих продаж – это метод с высокой вероятностью провала, если продукт не продается так много, как рассчитано. Тут нельзя без уверенности в себе. Стоит сказать о благодарности за доверие. Если уменьшить цену и улучшить качество, но без увеличения продаж. Что тогда станет с производителем? Он понесет убытки. По мере роста продаж я увеличил количество пакетиков в упаковке. Каждый раз, когда я увеличивал содержание продукта, продажи росли на 20-30%. При выпуске товара мы стараемся не убирать его с линии, если это возможно. Мы прикладываем огромное усилие для этого. Чтобы создать добродетельный круг с партнерами, мы всегда прикрываем их. Снижающаяся себестоимость в процессе дает больше объема потребителю при продаже. Нашей политикой является никогда не брать больше, чем разумная прибыль. Независимо от того, насколько низки затраты, если компания решит получать такую прибыль, цены нелегко снизить. Построение доверия таким образом, что штаб-квартира и производители находятся на равных, не выкачивают деньги, не обманывают друг друга. Это не так просто, как кажется. Эта компания называет своих партнеров семьей. Сотрудничество означает помощь друг другу ради одного дела, а семья – это совместная работа для достижения совместного успеха. Это означает, что каждая является членом семьи. Есть партнеры, которые буквально разорились, но смогли встать снова на ноги. На производственном предприятии был пожар в 2016 году. Расстроившись, я посетил место пожара и в тот момент зазвонил телефон. Кто звонит мне в этот момент, подумал я. Заместитель председателя Токенхи позвонила мне и начала утешать меня и спросила, чем она может помочь. Я был очень благодарен ей. Из-за пожара убыток был практически 3,5 миллиарда вон. Она заняла нам практически 1 миллиард вон безвозмездно. Обычно, если у компаний-партнеров прекращается производство товаров, другие компании ищут им замену. В Атоме подождали, пока завод снова не заработает. Потребовалось довольно много времени, чтобы все нормализовалось, но штаб-квартиры и потребители терпеливо ждали. Деньги, взятые взаймы у штаб-квартиры, стали начальным капиталом для строительства высокотехнологичного завода и позволили стать еще более хорошей компанией, чем прежде. Как только партнер пришел в норму, цена была сохранена, но им удалось увеличить объем продукта. Если поинтересоваться, можно сразу узнать, что у малого бизнеса всегда недостаточно капитала, что пути для продажи товара нестабильны. Мы выбрали принцип «один продукт – одна компания». Если компания, с которой мы начали сотрудничать, не нарушает нормы морали, мы идем с ними до конца. Для этих компаний мы являемся не просто заказчиками. Мы строим с ними крепкие отношения, потому что все качество, которое есть у наших продуктов, создают его именно они, наши партнеры. Люди, которые работают на производственной линии, не могут создать качественный продукт, если они обижены или их что-то не устраивает. Нет, качество они сохранить не смогут. Сейчас всю работу пока еще выполняют люди. В сетевом маркетинге реакция рынка – это самое важное. Чтобы происходили повторные покупки после первой, нужно завоевать доверие потребителей. Процент возврата в Атоме составляет всего 0,2%, что является самым низким показателем в розничной торговле. Потребители тоже видят в Атоме партнеров. Во-первых, абсолютное качество и абсолютная цена стали возможными благодаря тому, что в центр внимания ставился потребитель. Потребители наверняка это заметили, и поэтому в прошлом году Атоме повторно получила сертификацию управления, ориентированного на потребителя. Система сертификации CCM, которая впервые была запущена в 2007 году, настолько требовательна, что по состоянию на прошлый год сертифицированы были только 182 компании. Вперед! Поэтому компания, которая получила такую марку, может ей воистину гордиться. В 2019 у сетевого маркетинга был не очень хороший имидж. Сетевые продажи это один из способов продавать продукт. Потребители неправильно восприняли его и начали негативно к нему относиться. Даже несмотря на это, разнообразные индикаторы все показали, что результаты очень хорошие. Это позволило получить отличные оценки и статус хорошей компании. Получить сертификацию CCM не так уж легко, но сохранить ее еще сложнее. По этой причине многим компаниям не удается пройти повторную сертификацию, даже если им удалось получить первую марку, хоть и с трудом. Кажется, потребители поняли, что эта компания ставит успех клиента во главу угла. В октябре прошлого года компанию посетили очень важные гости. Это люди, которые потратят с трудом заработанные деньги. Я решил, что надо помочь детям в Уганде. Есть дети с потенциалом, но мы же не можем помочь всем. Поэтому мы решили, давайте спасем 100 детей Уганды для начала. В момент, в который им не оставалось ничего, кроме как умереть, мы спасли их, и они предстали перед нашими глазами и стали прекрасными взрослыми. Если вы увидите это, вы почувствуете радость и счастье, которое ничем не сравнимо в этом мире. Атоми начинает свой путь вместе с Корея Компэйшн, жертвуя 10 миллионов долларов в виде пожертвований детям по всему миру. Атоми тщательно изучает тех, кому даются пожертвования, похожие ли у них цели. Если да, то они не жалеют ничего. Он планировал сделать пожертвование в другую организацию, но они не пришли к успеху. Мы не должны держаться за такие большие деньги. Нужно поскорее отдать их туда, где их смогут потратить с пользой. Я знаю, насколько тщательно они исследовали нашу организацию. Председатель задавал мне довольно много вопросов. Если бы он не изучил нас тщательно, он бы не смог задать такие вопросы. Compassion была создана как организация по оказанию помощи во время Корейской войны. Корея, получившая помощь всего мира, теперь стала центром этой организации и страной, оказывающей самую активную поддержку. Компания проделала серьезную работу. Можно увидеть, что это пожертвование было сделано не просто, чтобы добиться славы или похвастаться. Многие компании, как и это, делают пожертвования. Благодаря этому мы сможем помочь нашему обществу. Я тоже надеюсь на это. Мы делаем это не потому, что считаем себя особыми, а потому, что мы думаем, что так надо делать. Один и два миллиарда вон — это огромная сумма. Но если посмотреть на количество детей, которые сейчас голодают и не могут выспаться, большая ли сумма это? Говорят, что счастье будет даровано дающему, а не берущему. Если вы дадите кому-то что-то, вы поймете, что это значит. Люди, которые знают радость делиться, лучше, чем кто-либо. Более 10% своего дохода постоянно отдают обществу. Пожертвования были сделаны с самого начала учреждения. С 2009 года соседям было пожертвовано около 60 миллиардов вон. Если вы посмотрите на соотношение пожертвований к объему продаж товаров для дома, то увидите, что это очень высокие показатели. У компании также есть стандарты для пожертвований. Прежде всего, на первое место ставится благополучие детей. Компания не жалеет сил, когда речь идет о воспитании и обучении детей по всему миру. Atomic компания, которая ценит жизнь, проведет церемонию вручения пожертвований в поддержку матерей-одиночек. Неполные семьи уже давно получают постоянную поддержку. Некоммерческая организация With Mom, помогающая матерям-одиночкам. Отношение с этой организацией еще раз говорит о сущности Атоме. Около пяти лет назад председатель сам связался со мной. Я вообще не знал его. Он не сказал, что он руководит компанией, просто он отправил мне СМС и сказал, что хотел бы сделать пожертвование. В тот момент мы не были зарегистрированным юрлицом, чека пожертвования мы не смогли бы дать. Я ему сказал, что мы не можем дать чека пожертвования. Он спросил, почему вы так долго работаете без регистрации. Мы сказали, что у нас нет денег для регистрации юрлица. Он сказал, хорошо, понятно, и бросил трубку. И через несколько дней он пришел к нам лично. Выслушал нас. Он сказал, что хотел помочь бы нам. Со всем процессом регистрации. Вот так вот мы и стали юридическим лицом. Когда они в такой важный период жизни встали на перепутье, компания взяла их за руку. Так, Атоми пожертвовала 10 миллиардов вон для матерей-одиночек. Тщательное внимание даже к их повседневной жизни, что они не просто помогали, а по-настоящему делились всем с ними. В качестве шутки я сказал председателю, я хочу собрать несколько мам и всем вместе покрасить волосы. У каждой есть свои любимые бренды, одежда, которую они хотят носить. Поэтому мы решили сделать им такой подарок. Реакция председателя была очень позитивной, и он согласился со мной. Иногда можно и забыть, чем вообще занимается эта компания. Иногда кажется, что это не компания, а не коммерческая организация, как и мы. Он относится к этому с большим энтузиазмом и всегда пытается делать хорошие поступки. Помоги ближнему своему с мелочи прямо сейчас. Это базовый принцип, по которому эта компания делает пожертвования. Они считают, что пожертвования это не случайная деятельность, а суть компании и их культуры. Десять лет назад, когда я устроилась в эту компанию, и сейчас, мне кажется, ничего не изменилось. Заработаем больше денег, чтобы делать больше добрых дел. Я думаю, что этот лозунг является просто душой компании. В 2022 у меня появилась цель показать всем, кто есть рядом со мной, как я им благодарна. Вроде бы у меня лично такой цели не было ранее. Я думаю, что такие мысли у меня появились благодаря этой компании. Такое происходит не только на корпоративном уровне. Сотрудники компании создали общество пожертвований СОС и продолжают добровольно делать пожертвования. Есть даже отдельные личности, кто пожертвовал более одного миллиарда вон. Когда тебе кто-то помогает, ты тоже хочешь помочь другому человеку. Все об этом говорят. Хотя мы начали с малых пожертвований, я думаю, это действительно сможет изменить наше общество. Сделать его более теплым. Корпоративная культура, которая учит думать о своем ближнем в мире, где они легко позаботятся даже о себе. История о том, как они зарабатывают деньги, чтобы делиться ими. Распространение такой корпоративной культуры происходит и в других странах. Стратегия GSGS по поиску качественных товаров и последующей продажи их посредством глобальной сети продаж. Это имеет также значительные преимущества для местной экономики. В этом году мы вошли в пять стран. В Новую Зеландию, в Турцию, Великобританию, Казахстан и Кыргызстан. Сейчас мы представлены в общем в 22 странах. Если посмотреть на зарубежные страны, в которые мы вошли до сих пор, прежде чем компания открыла там юрлицо, наша продукция уже была признана покупателями там. По мере роста популярности наших продуктов увеличивается скорость распространения по всему миру. Я считаю, у нас много возможностей. Региональные офисы создаются после того, как в стране пойдет слух о качестве товаров Атоми, и потребители захотят использовать эту продукцию. Стратегия Атоми заключается в том, чтобы завоевать сердца потребителей абсолютным качеством и абсолютной ценой и вернуть этому народу потраченные деньги. Они всегда думают, в какой заботе дети нуждаются и осуществляют ее в первую очередь. Забота и образование это инвестиции в будущее. Ведущие компании ради лучшего будущего меняют свою форму управления на ESG, которая ставит в первую очередь защиту окружающей среды, вклады в общество и улучшение управления. Среди них охрана окружающей среды, задача номер один, которую необходимо решать незамедлительно. Они всегда думают о том, как спасти нашу страдающую планету. У индустрии дистрибуции нет иного выбора, кроме как в массовом порядке производить различную упаковку. Экологически чистое, умное упаковочное решение, которое было запущено в начале прошлого года, это одна из немногих идей, что появились у Атоми по защите окружающей среды. Наполнитель, отдельные упаковочные материалы и даже лента были полностью заменены. Коробки, которые мы изготавливаем в сотрудничестве с Атоми, можно считать полностью экологически чистыми. Эта коробка делается полностью из экологически чистых материалов и при этом не используются химические вещества. Такая коробка была создана в качестве результата соглашения между нами, логистической компанией и Атоми. Вместо прибыли сегодня они выбрали будущее. Ее стоимость и процесс изготовления не просто себе позволить. Однако, другой выбор сделать нельзя. промышленным отходам нельзя пагубно влиять на экологию. По результатам прошлого года мы сократили использование пластика на 230 тонн. Себестоимость при этом может повыситься примерно в два или три раза. Но ради наших клиентов мы решили предоставлять экологичный сервис. Я думаю, что компания хорошо понимает тренды нашего сегодняшнего мира и во многом адаптируется к тенденциям времени. Решив, что больше нельзя откладывать это в долгий ящик, был создан специальный отдел, который занимается исследованием экологичных материалов. Это было сделано полностью из бумаги. Таким образом, использование пластика снизилось примерно на 50%. Эта команда также отвечает за экологический проект Blue Marine, который стабильно продолжается уже три года. Председатель всегда говорил, землю мы только одолжили у потомков. Мы придерживаемся такой миссии с коллегами по всему миру, чтобы такая культура продолжала продвигаться. Проект Blue Marine ставит в центр своего существования идею нулевого использования пластика, глобальную экологически чистую культуру и стратегию по предотвращению загрязнения морской среды. Большинство ее сотрудников сдают пустую тару и используют тумблеры. К 2030 году они ставят цель снизить использование пластика на 50%. В корпоративном кафе отлично могут чувствовать себя даже инвалиды. Здесь тоже уделяют особое внимание окружающей среде. Взять с собой не так-то и просто. Нужно взять кружку и потом вернуть ее в кафе. Сейчас мы вообще не пользуемся одноразовыми стаканчиками. Когда мы сообщили головному офису, что мы планируем отказаться от одноразовых стаканчиков, многие менеджеры и других филиалов тоже проявили некоторый интерес. Хотя мы пока еще сталкиваемся с некоторыми трудностями и постоянно думаем, как решить их. Но даже если мы привыкнем к ним, мы сможем улучшить нашу экологию и будущее. Если слово об этом разлетится дальше, я думаю, что многие люди нас поддержат. Также постоянно проводятся различные кампании по защите окружающей среды. Атоми считают, что охрана окружающей среды и пожертвования – самый необходимый социальный вклад на сегодня. Это и является главной целью, для чего они работают вместе. Я думаю, нам действительно повезло, что возникло движение ECG в том смысле, что капитал – это не что-то плохое, а что-то хорошее, что способствует развитию человечества. Я думаю, что это очень хорошо, что создается такая атмосфера, когда компании активно участвуют в этом, а не просто вынуждены это делать. Абсолютное качество, абсолютная цена – компания, которая отклонилась от основ делового администрирования, но в итоге добросовестно следует своим принципам. Многие думают, что наш продукт самый дешевый и имеет просто похожие характеристики с другими товарами. Но мы вас заверяем, у нас просто идентичные характеристики, но с низкой ценой. В первую очередь мы смотрим на качество. Когда я думал об уходе из этой индустрии, у меня были сожаления по этому поводу. Я сказал «Сделаем все по учебнику, давайте сделаем это еще раз, по нашим принципам». И у нас получилось! Компания, которая больше похожа на площадку для игры, а не работы. Компания, в которой если сотрудникам надоест развлекаться, пусть они делают, что хотят в пространстве без лишних глаз. Когда я развлекаюсь, я много думаю, и в это время у меня появляется много идей. Такие виды досуга свободно думать. И такие моменты позволяют нам стараться качественнее и эффективнее работать. Погоня за прибылью является основной целью бизнеса. Однако эта необычная компания работает для того, чтобы делиться со своим ближним. Я благодарен за то, что Атоми привлекла внимание к нам, волонтерам. На душе было очень тепло, и это позволило нам усерднее помогать другим. Не просто зарабатывать деньги, но также иметь возможность помогать другим людям. Разве не это настоящий успех? Если я хочу, чтобы мой ребенок хорошо жил, то ребенок по соседству тоже должен хорошо жить. И когда это понимаешь, не можешь вести себя по-другому. Уникальная компания компания, которая дала свободу выбора каждому без постороннего вмешательства и должностей. Мы действительно можем делать так, как хотим. Я думаю, что это действительно так. Я считаю, что эта компания постоянно развивается, пробуя все новые и новые модели деятельности. Уникальная и свежая инновационная культура Атоми сделала возможным многое. Она не ставит сотрудников в рамки и позволяет им свободно думать. Я думаю, что хорошо, если в нашу компанию устраиваются чудаки. Другим словом, люди смогут прийти к идеям, которые мне даже не приходили на ум. Даже тогда, когда у нас была одна мечта, нам удалось расти, сохранив при этом честность и добро в душах. Я сделаю все возможное, чтобы это продолжалось и в будущем. Я думаю, что именно по этому пути должна идти наша компания, независимо от того, понимают нас люди или нет. Это и есть инновационный менеджмент, не так ли? связь с нами! nectar сезон toire гадins